Где питомцу опаснее дома или на улице? В ветеринарной клинике сейчас проходит лечение пёс Джек. На его теле множественные раны, он сильно истощён и уходить дольше 10 минут у него пока не получается. Хозяева утверждают, что все эти повреждения пёс получил на улице, так как находится на самостоятельном выгуле. А вот соседи считают иначе. Джеку почти 14 лет. Он домашний пёс, но на улице зачастую проводил больше времени, чем в квартире. Жильцы дома на Музруково его подкармливали и периодически залечивали раны, которые появлялись на нём с пугающей периодичностью. Порой пса приходилось везти к специалистам, так как самостоятельно помощь они оказать не могли. После Джек всегда возвращался к хозяевам и всё повторялось. Пока однажды он не перестал выходить из квартиры 4 дня. Во вторник утром получили информацию, что собака находится дома и в очень тяжёлом состоянии. Принято было решение сразу прийти к хозяину и предложить помощь. В квартиру нас пустили, но при предложении помощи и мы показали, что у собаки есть раны, хозяин появился очень агрессивно. Достал нож и нам пришлось просто с квартиры удалиться. Неравнодушные соседи обратились за помощью в правоохранительные органы. Но проверка заняла бы время, а терять нельзя было ни минуты. Пса отправились вызволять с депутатом этого округа Дмитрием Авдеевым. С народным избранником владельцы Джека согласились поговорить. Я договорился о том, что приедет специалист и осмотрит его. По результатам осмотра и результатам анализа крови мы договорились о том, что мы заберём животное для оказания его ветеринарной помощи. Здесь уже в клинике было понятно, что ни коим образом обратно отдавать ему мы не будем. Несмотря на все жестокие испытания, через которые Джеку пришлось пройти, он не обозлился. Осмотр врача пёс перенёс стойко. Не рычал и даже не скалился. Только преданно смотрел на своих спасителей. Сильнейшее истощение. Собака весит 27 килограмм. Печёночная недостаточность. Ожоги, предположительные от сигарет. Лапы сильно повреждены. Возможно, перебиты. Точно будет известно только после рентгена. Где-то полгода назад её привезли. Были точно такие же. Одно было повреждение. Была такая же резаная рана на передней лапе. Точно такая же. Как вот сейчас на нём где-то 6-7 штук. Они какие-то заросли. Шрамов. Вот здесь шрамов очень-очень много. Список травм кажется нескончаемым. Джек постепенно шёл на поправку. Но недавно его состояние ухудшилось. Для помощи четвероногому другу волонтёры объявили сбор пожертвований. На первый этап лечения деньги успешно собрали. По вопросам помощи можно обращаться к куратору Елене по телефону 8-951-917-77-16. Спасители Джека всеми силами стараются не допустить того, чтобы пёс снова вернулся к своим хозяевам. И пытаются найти ему новый дом и добрых, ответственных владельцев. Мы это дело оставлять на самотёк не будем. Мы-то так не оставим. Это ужасный, вопиющий случай жестокого обращения с животным. Мы подготовили заявление в прокуратуру Нижегородской области. И если дело будет с топливцем, мы дойдём до генеральной прокуратуры. По факту жестокого обращения с животным правоохранительные органы сейчас проводят проверку. Инициативная группа просит жителей города обратиться в полицию тем, кто стал свидетелем жестокого обращения с Джеком. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.